Бизнес – это я. Вышел на маркетплейсы – продаю одежду. А там карточки, ранжирование, макеты, фотки, акции. Постоянно нужны новые идеи, как находить покупателей. Можно не придумывать, как еще привлекать клиентов. Укажите ссылку на ваше дело в соцсети или маркетплейсе, и Яндекс.Бизнес сам приведет вам клиентов. Это iPhone 12 Pro, iPhone 13 Pro и, наконец, iPhone 14 Pro. Ничего не замечаете? С каждым поколением iPhone блок камеры становится все больше и больше. И может показаться, что скоро он будет занимать всю заднюю панель. Но что прячется внутри самой большой детали iPhone? В этом ролике подробно разберем, как эволюционируют камеры iPhone, зачем они увеличиваются, как Apple прокачивает качество съемков ночью. И самое главное – сравним новинку со старыми поколениями, а также с Pixel 7 Pro и другими флагманами. И, конечно же, заглянем под капот и подробно разберем, как все это устроено. Ну и, конечно, посмотрим, какие у этого процесса есть косяки и что айфоны фотографировать не умеют. Конечно, с огромным количеством примеров. Это Дроидер, с вами Борис Веденский. Будет интересно. Погнали. А вы задумывались, как гипотетически общаться с другими цивилизациями в космосе? Каким должен быть этот межпланетный язык и как отправлять сообщения на тысячи световых лет? Про космос и футурологию говорим на втором канале «Основа» с астрофизиком Александром Пановым. Смотрите по ссылке в описании. Что будет после технологической сингулярности и почему прогресс скоро закончится? Как отличается математика во вселенной? Что такое цивилизации второго типа? И как их правильно искать? Честно, один из самых необычных выпусков получился. Переходите по ссылке, жмите колокольчик и лайк. А еще можете поддержать нас на Boosty или Patreon. Такого контента в интернете немного. Самое любопытное в том, что у iPhone 14 Pro действительно есть кардинальные изменения в камере устройства. Впервые за 7 лет Apple повысила разрешение основного сенсора. Каждый год качество снимков на iPhone росло. Но начиная с iPhone 6s камера всегда оставалась 12-мегапиксельной. В 14 Pro произошло крупное изменение в буквальном смысле. Теперь главный датчик стал 48-мегапиксельным. Вслед за смартфонами пикселей, кстати. Причем это не просто повышение разрешающей способности. Сам сенсор тоже стал больше, на 65%. Но увеличение не прошло без потерь. По логике размер каждого пикселя стал меньше. Если раньше это было 1,9 микрометра, то теперь 1,22. И это довольно важный параметр. Ведь от размера пикселя напрямую зависит, сколько света он сможет поглотить. Вдобавок к этому и диафрагма изменилась с 1,5 до 1,8, что тоже означает меньше света. Поэтому кажется, что общая света чувствительность основного сенсора должна была как бы ухудшиться, да? Однако на самом деле все не совсем так. Дело в том, что на выходе снимки все еще остаются 12-мегапиксельными. Поэтому размер самих пикселей объединен не такой маленький. 2,44 микрометра. А не 1,22. Намного крупнее. И все благодаря тому, что Apple наконец обратилась к технологии под названием «пиксельный биннинг». Впервые в истории iPhone. Что же это такое? Это технология, которая позволяет объединять несколько соседних пикселей в один крупный. Она доступна благодаря использованию цветового фильтра Quad Buyer. Каждый пиксель состоит из фотодиода, линзы и фильтра. Сейчас нас интересуют последние компоненты. В традиционном методе обработки снимка под названием Buyer Каждым четырем пикселям соответствуют четыре разных цветовых фильтров. Два зеленых, один синий и один красный. А вот в Quad Buyer все иначе. Каждый кластер из четырех соседних пикселей накрыт одним и тем же цветом. Благодаря этому информация поступает сразу с нескольких источников и усредняется алгоритмами. Что это дает? Пиксельный биннинг уменьшает количество шума на снимке, ведь данные получаются четыре раза, то есть они более точные. Кроме этого, технология повышает динамический диапазон изображения. Разные пиксели могут использовать разную выдержку. Часть захватит детали в темных участках, а часть в ярких. Все это склеивается в единый HDR-снимок. Более того, при хорошем освещении, когда информации на матрицу поступает много, можно реконструировать изображение до исходного разрешения. И этот процесс называется демозаикой. Им занимаются специальные алгоритмы. Чуть подробнее о пиксельном биннинге мы уже рассказывали в видео про прошлый iPhone. Можете, кстати, подписаться, нажать лайк и колокольчик, если вам подобные разборы нравятся. А в комментариях написать, какого ролика вам не хватает. И еще хочу передать сердечный респект нашим друзьям из магазина BigGeek за подгон айфонов для этого ролика. Кстати, у них не только техника Apple, но и другая годнота, пиксели там, Xiaomi, а еще по традиции скидки подписчикам по промокоду DROIDER. Ссылка в описании. Выходит, что даже с учетом уменьшенной диафрагмы, новые айфоны получают куда больше света, благодаря крупному сенсору и технологии пиксельного биннинга. Однако воспользоваться полным разрешением главной камеры все еще можно. Снять детализированное 48-мегапиксельное изображение можно в режиме Pro Raw. Выглядит примерно вот так, то есть пользователь может выбрать между высокой четкостью и широким динамическим диапазоном. Но это не единственное достоинство обновленной камеры. Во-первых, новый датчик теперь настолько крупный, что на фотографиях можно добиться естественного размытия, боке. Но интересно, что даже тут на примере видно, что она не умеет фокусироваться на маленьком расстоянии, меньше 10 сантиметров. Заметно в сравнении с фоткой на Pixel 7 Pro. Во-вторых, теперь стал доступен качественный цифровой двукратный зум. Как это работает? Обычно основной датчик работает как 12-мегапиксельный из-за пиксельного биннинга. Но в режиме 2Х биннинг игнорируется, поэтому доступны все 48 мегапикселей. Из них используется только небольшая часть матрицы. Она и равна как раз 12 мегапикселям. Затем эти данные передаются софту, который убирает шумы и создает детализированное финальное изображение. Кстати, для сравнения. Слева снимок снятый без зума, но в полном разрешении. Мы его обрезали и приблизили. Справа снимок с таким же приближением, но уже с использованием встроенного двукратного зума. Кстати, изменился еще один параметр основной камеры. Это угол обзора. За него отвечает фокусное расстояние. Было 26 мм, стало 24 в эквиваленте. Это видно на примере такой фотки. Но в iPhone 14 Pro улучшили не только основной модуль. Ультра-широкоугольный сенсор остался с тем же разрешением, тоже 12 мегапикселей. Но сам датчик стал почти на 50% больше. Помните, размер модуля камеры увеличился? Вот поэтому тоже. И размер одного пикселя здесь уже не один, а 1.4 мкм. Вот для примера банан. Кстати, линзы в широкоугольном модуле тоже улучшились. Это особенно важный параметр для ширика. Ведь при захвате больших углов свет сильно преломляется. Поэтому создать четкое изображение не так просто. Apple учла это, и за счет обновленной линзы снимки в тех же условиях теперь получаются более резкими. И теперь телевик. Он, с одной стороны, казалось бы, совсем не изменился. По-прежнему 12 мегапикселей и максимальное оптическое приближение в 3 раза. Размер каждого пикселя остался прежним, 1 мкм. Однако, за счет дополнительных алгоритмов качество снимков все равно улучшилось. В тех же условиях iPhone 14 Pro делает более резкие и четкие картинки. При этом важно понимать, что в плохо освещенных сценах качество снимков на телевик сильно падает из-за маленькой матрицы. Поэтому лучше использовать цифровое приближение на основную камеру. Впрочем, iPhone иногда сам автоматом так и делает. Датчик LiDAR тоже остался старым, причем с прежними проблемами. К примеру, он до сих пор не видит стекло как прозрачный объект, поэтому не может сфокусироваться на объектах за ним. Другие вспомогательные элементы камер улучшились. Оптическая стабилизация с двигом сенсора для главного модуля обновилась до второго поколения. Например, тут iPhone 14 Pro сделал фотку с выдержкой 3 секунды. И она лучше, чем 5 секунд выдержки у iPhone 13 Pro. А вспышка теперь содержит обновленную группу из 9 светодиодов, каждый из которых может включаться отдельно. Такая реализация позволяет создавать направленный в центр объект луч света или рассеянный поток. Это полезно в разных сценариях съемки. Это две фотки с включенной вспышкой, и iPhone 14 действительно сделал засвет более мягким, правда, почему-то промахнулся с фокусом. Но, как мы знаем, огромную часть в качестве итоговых снимков на смартфонах играет софт. Поэтому и Apple, и Google делают упор не только на железе, но и на прокачивание алгоритмов камер. И уже несколько лет обработкой фото на iPhone занимается технология Deep Fusion. Как она работает? Сначала камера делает сразу несколько снимков с разной экспозицией. Затем при помощи нейросетей изображения анализируются и объединяются в единый кадр, который берет лучшее. В итоге мы получаем широкий динамический диапазон. Теперь на смену Deep Fusion пришел новый процесс обработки снимка, который называется Photonic Engine. На своей презентации осенью Apple показала весь пайплайн обработки, который состоит из 12 этапов. Но, как конкретно все это работает под капотом, мы точно не знаем. Но даже тут заметно, что часть этапов выделена под уже знакомый нам Deep Fusion. Похоже, главное отличие Photonic Engine в том, что алгоритмы процесса Deep Fusion применяются на более ранних этапах обработки. То есть, на самом деле, новая технология не заменяет старые наработки, а дополняет их. Apple обещает нам, что Photonic Engine улучшит качество снимков при плохом освещении. Изображение должно стать в два раза лучше для сверхширокоугольного и телескопического модуля и в три раза для основной камеры. Правда, не совсем понятно, как они это качество в разах измеряют. Более того, в iPhone 14 Pro прокачали не только обработку фото, но и режимы для видео. Теперь в приложении камеры появилось два новых варианта стабилизации – Enhanced Stabilization и Action Mode. Второй режим Action Mode предназначен для более экстремальных условий. Не зря на презентации эту фичу демонстрировали во время бега. Action Mode комбинирует стабилизацию с двигом сенсора и цифровой кроп. Максимальное доступное изображение в таком режиме чуть выше, чем 2К. Работает он как на основном модуле, так и на двух других – ширике и телевике. Но если мы запустим этот режим в обычных комнатных условиях, то увидим вот такое. Видимо, его алгоритмы требуют намного больше света, иначе все превращается в месиво из шумов. Ну и небольшое улучшение коснулось режима Cinematic Mode. Теперь iPhone может имитировать размытие в видео в формате 4К на 30 кадров в секунду, если вам надо вдруг такое. Ну а нам надо, чтобы вы нажали лайк, колокольчик и подписку, если вам видео понравилось. Спасибо, что досмотрели, и пишите в комментариях, какие еще ролики и разборы вы хотите увидеть про новые смартфоны, которые сейчас уже выходят. Ну а с вами был Борис Денский, это Droider, и увидимся в новых роликах. До встречи в будущем.